Устанавич, я хотел спросить вас про два грандиозных события, которые провел Казахстан в этом году. Это зимняя универсиада и экспо-выставка. Действительно впечатляюще. Вот мы сейчас находимся в одном из сооружений, которое было построено. И это, наверное, самое главное впечатление, которое люди выносят всегда, что это поражает. Но при этом впечатление впечатлением, а вопросы всегда люди задают одни и те же. Не слишком ли много денег было потрачено? Насколько оправданы инвестиции, которые мы затратили на проведение этих мероприятий? Если постоянно отвечать на такие вопросы, когда ты поставил цель дойти до какой-то цели, никогда не дойдешь. Только и будешь ходить отвечать на вопросы. А зачем столицу переносить? Был же вопрос? Зачем? А теперь вы живете в миллионном городе. Всего за 20 лет. Вот сейчас не задают, а все время задавали. Вот так же любое новое дело всегда внедряется не так просто. Проходит время, видит, чувствует, тогда и признается. Конечно, затратили. Но затратили для универсиады, для Алматы. Я давно хотел построить эти объекты. Для Алматы двухмиллионный город. Ему нужны эта ледовая арена, две ледовые арены. Ему нужны эти спортивные комплексы. 1748 квартир построено было. Все сейчас передали алматинцам, которым стояли в очередь. Особенно нуждающимся, они передаются им сейчас. Спортивные комплексы остались. И как мне доложили, после проведения универсиады, людей, которые хотят заниматься зимними видами спорта, увеличилось на 60%. Это означает, что много молодежи мы привлечем к этому замечательному виду спорта. Строительство Астаны тоже требовало денег. Сегодня город Астана каждый год вносит в бюджет страны 1 триллион тенге. То есть все это возвратится в очень короткое время. И мы обогатили страну на целый город. Что касается экспо, вы знаете, что 115 стран участвовало. В два раза больше, чем мы ожидали. 4 миллиона с половиной человек посетило. А если казахстанцы все приезжали сюда каждый месяц, каждую неделю со всей нашей страны. Всего посетило здесь больше 20 миллионов человек. Все гостиницы были полные. Все объекты малого и среднего бизнеса на этом заработали. Спонсоры давали денег. Сэкономлена была половина намеченных средств сейчас. Я думаю, мы построили целый район города Астаны сейчас. Прекрасный район. И это все остается служить людям. Мы сидим сейчас в сфере Нур-Алем, главное здание нашей экспозиции. Он остается как музей. И сейчас, сегодня, чтобы вы знали, каждый день 600 человек посещают. Да, да, мы видели, люди приходят, смотрят. А в субботу, воскресенье по 2000 посещают. Sure.